Харьковские паралимпийцы вернулись на родину и встречали как героев из 22 медалей, которые привезла из южнокорейского Пхенчхана украинская сборная, 12 завоевали харьковчане. Кроме денежных вознаграждений, двое паралимпийцев, Оксана Шишкова, вернувшаяся с шестью медалями и шестикратный олимпийский чемпион Виталий Лукьяненко, станут почетными гражданами Харьковской области. Вернувшихся из Южной Кореи паралимпийцев в Харькове встречают с цветами. Пару дней передышки и вновь на лыжню. Юрий Уткин привез из Пхенчхана два золота. Говорит, самую дорогую медаль завоевали в последний день игр в эстафете. Из четырех участников гонки трое харьковчане. Я-то мужчина, а дальше бегут девчонки. Я прекрасно это понимал. И вот у меня вот это вот чувство такого страха было, потому что, ну не дай бог, кто-то даст фальстарки. То есть стоит одному человеку где-то ошибиться, и вся проделанная работа, ну, уйдет на нет. Девчонки не подвели. Из 22 олимпийских медалей 12 у харьковчан. Со своими, во всех смыслах, тяжелыми медалями спортсмены пришли навстречу главе облгосадминистрации. Первое, что запомнилось, это моя бронза. Казалось бы, да, бронза, но она была на вес золота. Это была моя четвертая гонка подряд. После 6 километров, потом 15 километров, потом 10 километров. Нужно было перестроиться на полтора километра. Это было очень действительно тяжело. Виталий Лукьяненко занимается биатлоном уже 30 лет. Это его шестая олимпиада. Ему, 40-летнему, после травм и операций два золота дались очень тяжело. И 40, то есть не так хорошо восстанавливается организм. И плюс еще перед этой паралимпиадой перенес операцию. Был реабилитационный период у меня. Были, все начинал сначала. Соперники стали лучше и тяжелее уже. Тренеры жалуются. Заниматься зимними видами спорта в Харькове негде. Поэтому летом тренируются в Болгарии и Финляндии. Зимой во Львовской области. Людям негде тренироваться. Просто нет. И я, например, не знаю, что надо делать. Сейчас, вот завтра, после завтра снега еще навалом. Еще можно продолжать спортивный сезон, но им делать нечего. Юлия Светличная обещает помочь. А за олимпийское золото присвоить Оксане Шишковой и Виталию Лукьяненко звание почетных граждан Харьковской области. Будем поддерживать и в дальнейшем. На этот год заплановлено финансирование о новой инфраструктуре и о покупке нового инвентаря и обладания. Есть проблемы с условиями видами спорта. Сегодня поспілкувалися отвертое с спортсменами. Мы имеем план, имеем вопросы, которые нужно решить. Поэтому мы будем бороться и будем поступить, чтобы в наших спортсменах была возможность тренироваться и достойно представлять нашу страну на олимпийских территориях. Впереди у олимпийцев месяц отдыха, а затем и вновь тренировки. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.